Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сейчас мы прочитаем мою статью 2016 года. О серии таинственных нападений на критически настроенных к власти пользователей соцсетей первым написал 31 мая 2016 года в Фейсбуке депутат Госдумы Дмитрий Гудков. К нему обратилась 39-летняя жительница Петербурга, которой после серии угроз сожгли автомобиль. К этому моменту женщина уже знала, что она не единственная, за кем следят, кому пишут и к кому приходят. Кроме нее в Петербурге аналогичным нападениям, в том числе избиениям, подвергались еще несколько человек, которые, не будучи активистами или вообще известными людьми, писали на своих страничках в соцсетях критические или иронические вещи о Владимире Путине или даже просто публиковали политические демотиваторы и карикатуры. Персональные данные всех пострадавших собирал сайт huishus.me. Сейчас его нет. После депутатского запроса Гудкова сайт перестал работать. Детективный сюжет привлек внимание прессы. После поста Гудкова о нападениях написали «Медуза», «Новая газета» и «Настоящее время». На вопрос о том, кто стоит за преступлениями, оставался открытым. 21 июня сначала «Петербургская фонтанка» в редакционной статье, и почти сразу после нее русская служба BBC в специальном расследовании, ссылаясь на разные источники и пользуясь каждой своими аргументами, написали, что за сайтом, координирующим нападением, могут стоять структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Сюжет на ту же тему и с теми же выводами анонсирует телеканал «Дождь». Очевидно, говорит, что Пригожин разоблачен или что преступления раскрыты, пока не приходится. Новость пока заключается лишь в том, что имя Пригожина прозвучало в связи с нападениями. Но если учесть, что до сих пор не было вообще никаких версий, то и это уже сенсация, заслуживающая самого пристального внимания. В 2011 году я брал интервью у тогдашнего правдилами президента Владимира Кожина. Скандальных вопросов, связанных с околокремлевским хозяйством, к тому времени скопилось очень много, еще больше было слухов. Слухи были в том числе и забавные. Кто-то из коллег, занимавшихся новостями правительства, Владимир Путин был тогда премьером, рассказал мне, что на 11 этаже дома правительства якобы открылся ресторан Аркадия Новикова для своих. Модный ресторатор открывает точку в главной правительственной резиденции. Это звучало как анекдот, и задавая Кожину вопрос о ресторане, я рассчитывал слышать, что все это глупости, и что Белый дом не то место, где возможен частный ресторан. Кожин действительно ответил, что никакого новикова в доме правительства нет, но помещение на 11 этаже действительно взял в аренду некий ресторатор, другой, совсем не знаменитый, из Петербурга. Я спросил, как его зовут, и получил ответ, Евгений Пригожин. Такое имя мне действительно ничего не говорило, я еще спросил, значит ли это, что любой человек, например, я, может в Белом доме взять в аренду помещение и заниматься там бизнесом. Кожин отшутился, что больше свободных помещений в здании не осталось. Кто мог знать, что это было самое настоящее явление героя по всем законам драматургии? Дальнейшее развитие медийной судьбы ресторатора Пригожина выглядело так, как будто эта история с самого начала рассчитана на экранизацию. Повар Путина вышел на сцену, на которой к тому времени давно существовали многочисленные друзья президента, на фоне которых он поначалу терялся. В самом деле, чем можно было удивить интересующуюся политикой публику к началу десятых годов? Все к тому времени уже наизусть знали имена соседей Владимира Путина под дачному кооперативу, его партнеров под ЗИДО и бизнесменов, имевших с ним общие дела еще во времена Петербургской мэрии. Первые сенсации, связанные с Пригожиным, вообще никак не выделялись на фоне других новостей о близких к Путину бизнесменах. Ресторатор выигрывал конкурсы на питание для школьников и на питание для армии, и это было логично. В самом деле, он же повар, повар должен кормить. Но очень скоро слово «кухня» применительно к Пригожину чаще зазвучало в переносном значении, или как в заголовке «Фонтанки» с эпитетом «Адская кухня». Имя Пригожина всплывало в связи с петербургскими фабриками троллей Вольгиной на улице Савушкина, затем в связи с ЧВК Вагнера. Вопреки названию, это не настоящая частная военная компания, а скорее спецотряд наемников, снискавших самую зловещую репутацию во время войны в Донбассе и принимавшие участие в формально не проводившейся наземной операции в Сирии. И, наконец, в связи с нападениями на критиков власти. О скромном ресторане в Белом доме теперь можно вспомнить с улыбкой. За 5-6 лет работник общественного питания превратился в медийном сознании, в классического серого кардинала, в фигуру, которая, будучи не на виду, между прочим, Пригожин – один из немногих, кто уже воспользовался новым законом о праве на забвение и позволяющем удалить из поисковиков неприятную информацию о себе. Дергает за нитки, связывающие самые высокие властные кабинеты с самыми грязными делами, достойными не политической, а криминальной хроники. Наименее удивительно в этом сюжете как раз то, что его героем оказался не министр и не кремлевский администратор, а всего лишь повар. Возвышение Пригожно демонстрирует беспощадную логику авторитаризма, неизбежно выводящую на первые роли не карьерных политиков, а самый пошлый, обслуживающий персонал, имеющий, однако, безусловное конкурентное преимущество в виде регулярного и бесконтрольного доступа к первому лицу. В советском анекдоте области управляли человек номер один, первый секретарь обкома, и человек номер два, которым был не второй секретарь, как того требовал устав партии, а водитель первого секретаря. Обкомовские законы оказались непобедимы и в постсоветской России. В 90-е настоящими влиятельничными политиками оказывались и начальник охраны президента Коржаков, и его тренер по теннису Торпищев, и президентская дочь. В нулевые пришли спарринг-партнеры подзюдо и соседи подачи. Теперь настало время поваров и официантов, а Пригожий неизвестно, что он может выступать и в этой роли, лично подавая блюда Владимиру Путину и его гостям. А лечь через 20, когда Путину будет за 80, очевидно, придет время медсестер и сиделок. Когда судьба страны намертво привязана к судьбе одного человека, страна стареет вместе с ним и деградирует вместе с ним. Других вариантов нет, это слишком очевидно и потому даже скучно. Что удивляет по-настоящему, это масштаб государственных задач, связываемых с именем серого кардинала. Еда ладно, еда это святое, но тролли. Когда люди, тысячами штампующие под разными именами комментарии в соцсетях, работают фактически через одну-два рукопожатия от президента огромной страны, это похоже на приговор прежде всего самому президенту. Когда зачистки в народных республиках проводят боевики под командованием охранников президентского повара, это уже не военная история, адренная антиутопия об уголовниках, ставших субъектами международной политики. Причастность структур Пригожина к нападениям на петербургских блогеров пока не доказана, но, по крайней мере, ничего фантастического в этой версии нет. За годы своего существования ольгинские тролли написали столько комментариев с угрозами насилия, что в культуре, требующей отвечать за слова, это как раз логичнее всего, когда тролли выходят в офлайн и вооружаются арматурой, кастетами и канистрами с бензином. Целью прокремлевской работы в соцсетях на протяжении многих лет по факту была примитивизация общественной дискуссии, чтобы на вопрос «Доколя» самым частым ответом стало «О по морде». Обычно одичают сначала люди, а потом их язык, но ольгинский эксперимент продемонстрировал обратный эффект. Если целенаправленно заниматься одичанием языка, то одичание людей станет делом недолгого времени. А по морде вчера, это спрашивал комментатор УЖЖ, сегодня громила стоящие на пороге твоей квартиры. Откровенно говоря, вообще не имеет значения, санкционирована ли активность этих офлайновых троллей сверху, или речь идет о низовой инициативе. Предмет, катящийся по наклонной, можно толкать, а можно и не толкать, он все равно будет катиться. В 2016 году таким предметом оказалось само российское общество. Власть положила столько усилий на его принудительную архаизацию, что сегодня уже невозможно установить в каждом конкретном случае, подкреплена ли очередная гнусность прямым указанием сверху. Как говорится, Бориса Немцова убила атмосфера ненависти. Еще один вопрос, остающийся пока без ответов в связи с петербургскими нападениями. Стоит ли ждать от них серьезного политического эффекта, хотя бы в том смысле, что завтра неравнодушный обыватель несколько раз задумается, стоит ли репостить у себя на страничке очередной демотиватор с Путиным, если есть риск, что за это могут подкараулить в подворотне и избить. Очевидно, да, любой террор адресован не столько жертвам, сколько всем остальным. Жертвы лишь выступают в качестве наглядного материала. Забавно, но здесь стройам с арматурой могут помешать именно те качества нашего общества, которые власть, хоть она и не говорит об этом слух, ценит больше всего. Отсутствие солидарности и массовой равнодушии. Уже есть внушительный опыт атак на оппозиционеров и соцсетей по легальной государственной линии, блокировке Роскомнадзора и даже судебные приговоры. И вообще-то давно пора было понять, что пользователи соцсетей в 2016 году рискуют каждый день гораздо сильнее, чем несколько лет назад. Но, как нетрудно заметить, эти риски не стали причиной ни массового сопротивления, ни протестов. Нашим людям на все наплевать, и поэтому наши люди ничего не боятся. Вот такой парадокс, который может свести на нет усилия всех специалистов по запугиванию. Но есть еще один фактор, о котором многое могут рассказать ветераны фашистских и антифашистских субкультур. Конкретное действие рождает конкретное противодействие. Если патриотически настроенные анонимы продолжат размахивать свои арматура и кастетами, то в какой-то момент вместо мягкого оппозиционного затылка патриотический кастет напорится на аналогичное оружие в руке жертвы. Это уже логика городской герильи, не допускающая продолжительного регулярного насилия в одностороннем порядке. Если нападение продолжится, сопротивление станет делом времени. И, может быть, о сожженном автомобиле Юлии из Петербурга через год-два будут писать, как о первом эпизоде большой уличной войны, развязанной сторонниками Владимира Путина. Ну, последний абзац, понятно, это такой прогноз, который не сбылся, часто бывает, но в остальном, по-моему, интересно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, что вы об этом помните. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью тогда опубликовало несуществующее ныне издание Русту Веб. Доступно в описании этого ролика. Оно по ссылке уже только на webarchiv.org. Спасибо ему за то, что он есть. Ну, а новые свои свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале Кашин+. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц. Любая карта, российская, нероссийская. Простая и удобная ссылка здесь внизу в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите. И чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал. YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Продолжение следует...